у нас 23 июня сегодня поблагодарить за поддержку канала никому это у меня раствор марганец и это тазик для купания я заранее марганец растворяю в этой бутылке и перед то есть на насыпал сюда там чуть ли не пол тюбика вот этого марганец и и она со временем растворяется потому что марганец он не так быстро растворяется когда мы сразу сходу берем потом вот эти куски остаются вода заканчивается бутылки так слабый раствор марганец и надо будет делать для купания они еще и пьет там по моему и голуби еще летают такая погода хорошая была хоть и ветер позавчера вчера но было прохладно сегодня опять же расставить время уже 7 часов почти 26 градусов жарко очень значит это очень полезный что вашего в этом растворе да и советское время дорогие мои мы пользовались только вот этим марганец и старые голубятники все вам один голос скажут что раствор марганцовки все правда сейчас говорить не по это да они говорят а сейчас свободно продажи лету и за детишек по моему одновременно тут у меня и полы сегодня я поехал другую грузину от него когда ехал там поляна очень хорошим полный растет полын горькие это для гнезд буду гнезда кидать чтобы не были паразитов пухопероиды всякие туда все так же взял сегодняшний штук молодых для крови буду проверять сколько из них подойдет для крови до сих пор еще ни один не подошел ни один дальше сколько брал ничего не остался у меня но говорит плохо тот тот солдат кто не хочет стать генералом на плохо человек кто не хочет добиться результата значит мне необходимо кровь кровь это кто мраморные мне необходимо кровь пусть это будет намного слабее голуби сейчас я воду выключу сейчас этих поснимаем да пусть будет по качеству намного хуже слабее понимаете но это что было новой кровь что-то дикарь пошел яшка что ли будет яшка будет сейчас хотя не знаю сегодня но сегодня не так уж жарко он не днем мог бы охотиться ну скучковали что-то показывали значит какая-то опаска была разами это показывает это это те же самые голуби дорогие мои которые это молодая голубочка уже видите каждый днем все лучше и лучше становится значит кровь необходима а вот найти не могу понимаете но не могу я найти из армении попросил что мне чистых крови отправить без всякого имбридинга у меня вот эта проблема с кровью нужен новый кровь ну лет десять я думаю еще потяну я если даже ничего и не найду запасе наверно лет десять еще будет мраморные голуби а вот тоже не показывал их два брата ну раз уж попался покажи что-то не только красивые еще и красиво бьешь клетках показывать и рассказывать какое чудо какой он красивый мастевой чистый мрамор еще и при этом летит бьет и бьет да еще и столько лет выживает еще и столько лет выживает так это вот чайка пошла так это голубочка стариковская внучка это стариковский стенд это тот голуб который недавно прилетел это он же ну помните когда когда я выпускал первый день когда он прилетел два года сидел в резке этот голубь как только крылья появились он прилетел ко мне я показывал насколько его испортили этого же голуби настолько его испортили это этот же голубь понимаете и вот эти дурачки которые дай мне твоих голубей покажу конечно ты покажешь как говорится да говорит какой хозяин такой питомец конечно ты покажешь то есть вот те которые в жизни никогда ни к чему не добились кроме испорчен конечно они любую птицу испортит любую собаку испортит любую кошку испортит все испортит вот это они могут а вот создавать это не для них это этот же голубь голубь лет 15 у меня летал все чудил это тот голубь это депутатский сын который при атаке хищника не знаю как он всегда сидел у летка то есть хищник сапсан зимой ничего я выпускал как спецназ под это да это этот же голубь попал он два года кому-то в руки и все и вернулся там я аж удивился неужели это этот же голубь неужели это этот же голубь но не зря же говорится поговорки да ведь с кем поведешься понимаете с кем поведешься повелся он с няхти голубят ником и с теми голубями сидел в одном валерий в одной камере в камере не валерия в камере да значит так же дорогие мая ночью пойдешь на посадочку или нет а это ласточка думал яшка похоже на виде на посадочку тебя посмотрим что ты сейчас покажешь потом покормим мы тебя вкусняшкой так же там есть пару комментариев ребят написали сядем и эту тему обсудим первый день когда я выпускал он еле до крестовина дотянул еле летал потом чуть вот так вот он летал вот как сейчас потом летит или как будто разучился понимаете испортить можно так чтобы восстановление не подлежит то есть можно взять новую машину нулевые салона так его расхорачить чтобы восстановление не подлежит вот это можно это для тех которые горит дай мне вот дать им конечно они расхорачить так что там ничего ничем не восстановишь это есть а вот что в идеале держать это проблематично это проблематично сломать не строить ночью будешь тянуть или не можете это же голубь смотрите у меня 15 лет а вот с таким боем летал стоило два года попасть кому-то ну видите что творит вот вам факт и снова факт значит дорогие мои ну про вкуснятины то что я сейчас сказал что сейчас вкуснятины покормим это вот уже всю дожди пошли портулак попер вот это растение называется портулак на армянским дандур очень классная штука значит когда вы вот так отрываете кидайте голуби листики поклюют в нем очень много йода голуби о чем это да листики клюют а стебельки остаются поэтому ему необходимо на щенковать как обычно я это делаем сейчас нарву на щенку и и потом продолжим показал что этот голуб может делать мог делать что может делать и к чему ему учили два года и к этому его ничего не надо было делать понимаете дорогие мои вот этого голубя чтобы не испортить надо было гонять в одного то есть не с теми курями которые там на лодках на тех на хлоп на круг на то другое да в одного гонять его бы не испортил ну гонять он не стал конечно потому что прекрасно знал что уйдет поэтому резал и получал птенцов и все равно этих птенцов испортит потому что люди которые рождены портит они создавать не могут ну как говорил максим горки горит рожденной ползать летать не смогут понимаете от них ничего хорошего не будет так что нарвем пока же дорогие мои нарвал я портулак подорожники еще и мокрицу мокрица на армянском называется черчурок это вот есть такой хлеб армянский хлеб зеленью он туда вместе с крапивой тоже кидается я сейчас на шинку и насыпаю и потом уже почитаю камень насыпаем салатик и бандит ты такой не ешь иди иди сюда это вот состояние их надо будет отпуха пироидов обрабатывать отсадить посмотреть ну и может быть кто-то из них останется может и не останется не будем гадать кровь не хочет и бандит иди сюда давай согласен рассекречен да согласно рассекреченными госпланы ссср патрии советского союза во второй мировой войне составляет 41 миллион девятьсот семьдесят девять тысяч она не 27 миллионов как считает ранее общую оба населения ссср сорок первый сорок пятый год более пятидесяти миллионов там это тысяч человек из безвозвратных потери в результате действий фактов война более 19 миллионов военнослужащих около 23 миллионов граждан населения день памяти и скорби до дорогой мы помним скорби но от того что там было 50 миллионов или 27 миллионов или сколько за хоть 27 человек легче не станет понимаете легче не перестанет это было зло и дай бог что такое зло больше не вернулся к нам в жизнь значит тут алексей пилигин пишет да это точно когда в клетке показываешь сейчас честно веришь проверено просмотр уже когда когда показы что летает это до сотни просмотров или или не не набирает иметь виду сюда есть такая штука понимаете да виктор предлагаю поговорить вот о чем замечание бандит уйди отсюда не хорош маленьким хочет чтобы его погладил играл нас ранее и так везде под ноги ходишь так предлагаю поговорить вот о чем заметили либо такую такую голубь когда вырастает два-три года и более становится борзым очень ярый стремится в гнездо порядки свои наводит и лед ухудшается и у меня он уезжает искать нового хозяина у меня единицы кто остается после трех лет почти 70 процентов выезжает хотя 3-5 лет самый сок сил должны быть не пойму почему так не задумывался об этом это не задумывался об этом интересно послушать вас и других людей кто реально гоняет вот спасибо что хочешь услышать тех кто не гоняет они реально рассказывает выше комментарии добавлю голубей которые оборжили но имеет огромный потенциал отдаешь людям люди обгонивают звонят благодарят мне голубь начинает летать сильно но проходит три-четыре месяца он обживается в новом будке и тоже начинает борзеть и мед ухудшается опять да ну значит в новом месте голубь начинает летать это да получше чем в старом месте потому что он ищет старые голубя поэтому он и начинает летать это те голуби которые умеют летать есть голуби которые вообще не умеют летать и хоть новым кидая хоть старым кидаю все равно ничего не будет показывать да он не будет искать дом а голуби которые летали и как бы тогда засиженные голуби разжиревшие голуби лодыре голуби до новом голуби они будут летать будут искать дом ну потом со временем стоит им там на яйца на птенце сесть и они опять становятся лодырями значит это вот во первых во вторых я часто говорю что голубей резать не надо если не хотите гонять голубей просто некоторое время не трогайте они сами обленятся это проверено даже это любого жесткого голуби который там это да стоило дверь открывать соскакивал еще и там замучился ждать без проблем можно сделать засидевшим просто некоторое время не гоняйте и этот голуб уже все у него же гнездо птенцы яйца голубка ему дожили точно так же у людей любого просто рудоголика который без работы не может ну просто вместе сдайте отдыха вот насильно отвезите там отдыхать на рыбалку на фото на то на друга и посмотрите он после этого захочет на работу пойти он точно так же не захочет пойти на работу на голуби вот это да значит по поводу того что голуби 35 лет это лучше форму набирают нет голуби дожди набирают основном силу они набирают ну до годовалого возраста у них как бы это да результат очень хорошие очень хорошие но скажем тогда там ребенок до годовалого возраста он сам много чего там учится то что допустим с 10 до 20 лет он там много практически не учится да там то есть с годовалого возраста когда у них уже формируется иммунитет они каждым годом прибавляются где-то лет до 10 до 12 потом какой-то период где-то два-три года идет стабильность а потом уже после 15 начинает ухудшаться значит ну по поводу того что там голуби засиживаются это да то есть я имею ввиду птицы которая не имеет и брединга про это тоже отдельно скажем вот скажем старый чип вот у меня да у него же лет 20 он не засиживать он всегда летит этот но был момент когда я его специально закрывал помните говорил что он это да там голубят не начнет лупасить там на неделю закрывал ну через неделю он не захотел уже летать но голубят не дубасила летать уже не хотел то есть это птицы которые без и брединга теперь касаемо того что с и бред 99 и 99 процентов то есть один из тысячи голубят ников один из тысячи голубят ников голубей держит чистоте то есть у него нет родственных пар вот в этих случаях в этих случаях птицу него там до 10 до 12 лет будет набирать то есть набирать вот как же это на животном мире лев там он там столько лет силу силу прибавляет там ну любое животное то есть определенный момент собаки тоже там ну сколько на 10 лет они уже начинают дуэта до подыхаться там у них то болячки то опухоли то есть у любого животного есть это да как бы свой возраст когда он набирает но точно так же у нас есть возраст где мы набираем вводить но хорошая тяга закроет насладиться да где когда мы набираем когда мы тормозим а потом идет ухудшение на даже в росте если мы посмотрим фотографии наших дедов там бабушек там дяды туда молодости были стройные высокий но под старости лет такие уже маленькие скукоженные понимаете рост меньше становится с годами все скажут как это там у него было метр девяносто роста чего станет метр восемьдесят да станет вот есть еще и такое да там то есть из тысячи голубятников может один а может вообще там из двух из трех тысяч голубятников один придерживался по сей день к чистоте то есть он брал хуже он брал хуже когда у него было лучше там голубка да там голубят не но родственные он тем самым брал хуже голубку но не родственную и поэтому вот это результаты те а те которых у которых есть родственной связи да там обычно 23 года юх потенциал заканчивается понимаете даже если мы возьмем народы народа где там это да как бы между собой там женится там родственную далеко не платить и там чуть-чуть учу у них много долгожителей нет у них очень мало долгожителей не из-за того что там суровые условия жизни не не за этого из-за того что очень сильно кровосмещение естественно и это да срок жизни у них сокращается и силовой потенциал сокращается все все это сокращается уменьшается но есть уж конкретно мебридинге сидите так вы и не успеете этих голубей проверять то есть даже два-три года вы не сможете проверять этих голубей почему потому что ну буквально там через несколько полетов вы его потеряете то есть тем самым у вас не будет времени проверяя возможности проверять потому что вы потеряете конкретно и брединга вы это я говорю и бреди такой-то далекое то есть ну взял там трое родного брата там скрестил сам с трое родной или четыре родной сестрой там это да то есть есть смещение крови есть но опять же понимаете кто может об этом знать об этом могут знать голубятники которые долгие долгие годы держит эту птицу они пошел на рынке или там где-то купил принес вот эта птица у меня сейчас в 80-х годов вот когда там было такое мы там загрузили будку вывезли и вот они вот посидеть с нами да там то есть понимаете очень много обмана очень много понимаете мало кто правду говорить и поэтому чисто узнавать это да как бы генетику этих голубей можно как говорит а там кто знает насколько чисто водка или это да мед но единственных кто знает об этом это человек который гонит эту водку и человек который держит этих чудо он сам знает есть там сахара или нету мед чистый или нечистый водка чистой или нечистой то есть самогон так мы есть еще фруктовая водка да помимо вот этого самогона нам тоже самогон называется ну то что чача называем то фруктовой водки называем тутовые водкой всякий водки есть там то есть там чем больше сахара добавляешь тем больше будет водки когда сахара нету практически водки очень мало но об этой чистоте никто вам кроме самого хозяина вам не расскажет никто не знает об этом на когда мы голубей берем оттуда отсюда это да ну что он может знать вот я с ганелем разговаривал как он это да ну ну ка этот я бы понимаешь ганель но я же у меня на кольцах у голубей да там каждый цвет это линия я вот так смотрю по этой линии у меня в голове я даже не записываю понимаете есть кольца на которых уже 45 цветов да и естественно там на двух ногах 45 цветов то есть и на одной ноге там три-четыре цвета там на другой там это да ну 7 поколений не должна с этот совмещаться кровь цвета то есть есть такие которых я уже могу паровать то есть голуби у которых там на ногах там хрен его на сколько полосок на у на кольца на сколько полосок но тут уже другая а хватит ли памяти потом все вот это вспоминать понимаете то есть ну на худой конец конечно придется мне этим заниматься если конечно же я не найду то что мне нужно для крови если найду вместе найду то будет легче да там будет уже одноцветное кольцо новое одноцветное кольцо но если не будет то придется мне уже крестить тех у которых ну по крайней мере семь поколений нет совмещений чтобы не было имбридинга понимаете да вот причина в этом причина во всем в этом дорогие мои опять и бритинг но еще раз из тысячи голубятников один может держать чистоте ну вот представьте себе теперь вопрос да такой сидят тысячи мужчин из этих тысячи мужчин один только однолюк который вот увидел супругу женился и никогда в жизни не изменял а вот 999 изменяли своих жен ну по крайней мере были у них другие там и кто в этом споре победить конечно 90 999 ну а кто прав ну ведь даже поэта да там по библии говорится что измена это плохо измена это плохо поэтому тут такая шепетильная тема не знаю кто кто как вас примет особенно это да там пока я как бы не начал про этот имбридинг для людей донести точно так же про лекарства про это да там ну помните самом начале когда я ролики скидывал ой какой замечательный какой хороший вот дали вот это лекарство голуби отжили а то пришлось там шишка ушла там это то другое на потом когда объяснил что все вот эта херня дорогие мои это практически человек который был наркоманом кончены он завязал этим делом и вам объясняет что наркотики это губительно не надавал понимаете ну вот как тогда для наркомана ты становишься плохим первоначально рассказываешь какой кайф от наркотика какая расслабушка какой то другое до проблем уж ты проблем нету и вокруг тебя наркоману да ну да конечно все к нам потом к и что не надо это это губительны это порог тут и чудес ума сошел ты о чем говоришь понимаете да тоже самое да там раньше вот как бы мы ниоткуда голубей не берем мы только у себя то есть только своими голубями я там порою брат с сестрой, мать с сыном, отец с дочкой, у меня все четко, все замечательно. То есть до этого они этим хвастались, понимаете? Ну, а потом, когда уже объяснили, что это губительно, это очень плохо, да? Ну, теперь не-не-не-не-не-не, что-то, какой там мне вот там, Вася привез эту голубку, это уже не его это, да, там голубка, которая там родилась у него голубятня, а Вася или Петя принес ему, да. Ну, вот такова сущность человеческая, дорогие мои. Где тепло, там есть это, да, там на армянском такой чуротан, это из молочной такой продукции, там под солнцем его кладут, чтобы высох, а там, ну, скажем так, сухофрукты, ладно, по-другому скажем, где солнце, там и сухофрукты кладет, чтобы высохли. Вот есть такая категория людей. Один словом, дорогие мои, миру мир, голубям небо, гоняйте, занимайтесь. И все вот эти вещи необходимы, элементарно, да. Может ли голубь в дикой природе найти портулак, подорожник, макрицу, крапиву, топ-5-10? Конечно, может. А может ли голубь в дикой природе найти аптеку, пойти купить там метронидозол, или трихопол, или там телозин, или формозин, или доксаметазон, или то, еще и себя в уколы делать? Нет, не может. Так что надо давать? Надо вот это давать, дорогие мои, а не пичкать лекарствами. Миру мир, голубям небо, здраве, здравомыслящим. Всех благов. Продолжение следует...